МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. И в начале коротко о темах выпуска. Пешеходная дорожка, ведущая из зеленых аллей в город, будет благоустроена. Будет хороший переход, асфальтированный, освещение будет сделано, частично, понятно, кусты деревьев немножко подрубят. Выставка, посвященная миру театра, открылась в историко-культурном центре. Написать именно то, о чем ты хотел, да еще так, чтобы мы с вами прочитали и поняли, о чем речь. Боец кунг-фу из Ленинского района готовится выступить на Кубке мира. Сейчас начинаем уже легкие тренировки, чтобы остановиться сил. Народная тропа, дорога жизни. Именно так называют местные жители дорожку, соединяющую микрорайон Зеленой аллеи со старым городом и остановкой на улице Школьной. Почти год назад они из подручных средств, как могли, облагородили ее. И вот теперь благоустройством пешеходной зоны займется муниципалитет. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. В минувшие выходные глава муниципалитета Валерий Венцель осмотрел территорию, соединяющую старый город и микрорайон Зеленой аллеи. Местные жители жаловались на стихийную свалку во враге, неприятные запахи и отсутствие нормальных пешеходных дорожек к общественному транспорту из второй очереди нового микрорайона. Пешеходной дорожки нет? Нет, конечно. К концу июля она была с освещением. Сейчас люди ходят вот по такой самодельной дорожке, сколоченной из промышленных палет. Освещения нет из-за обильной растительности, даже днем тут темновато. Это вторая дорога, связывающая новый микрорайон со старым городом. Первый пешеходный мост расположен почти в километре от этого места. За выходные овраг расчистили. Со стороны Лемешка поставили новые мусорные контейнеры. Впереди работы по благоустройству пешеходной дорожки. Будет хороший переход, асфальтированный, освещение будет сделано. Ну, частично, понятно, кусты деревья немножко подрубят, чтобы жителям было комфортно ходить. Здесь будет ступенечки сделают. Ну, в общем, как на Пионерском переулке, в принципе, такие же переходы для жителей нового микрорайона. О том, как будут проходить работы и что будет сделано, активистам из числа местных жителей как новые, так и старые застройки рассказали представители администрации и дорсервиса. Новая асфальтированная дорога шириной полтора метра будет начинаться от улицы Лемешка, пройдет по оврагу и упрется в бульвар «Зеленые аллеи» напротив дома номер 8. Спуск к ней со стороны микрорайона оборудуют ступенями, перилами и пандусом. Именно о такой дороге давно мечтают местные жители. Мы подключились все, кто только могли. И администрация пошла нам навстречу, депутаты проголосовали и внесли корректировки в бюджет. И вот выделили деньги на эту тропинку. Мы сейчас нетерпением ждем, что нам эту дорожку сделают уже, облагородят ее максимально. Выйти из этого микрорайона практически невозможно. До ближайшей остановки здесь более полутора километров. Выезжать из района на личном транспорте тоже проблематично. Нам эти пешеходные дороги нужны для того, чтобы хотя бы добраться до ближайшего транспорта. Жителям старого города дорога также необходима. Взрослые частенько ходят сюда в магазины, а дети в школу номер 2 на бульваре «Зеленые аллеи». Дети, которые ходят в нашу школу, в «Жука Зеленые аллеи», это дети со всего города Видного. Ну, не со всего, а со старой части города, с Лемешка, с Пионерского, переулка Садовая. Все они ходят по этому мостику. Кроме собственной дороги, планируется также облагородить овраг и его окрестности и превратить это место в ухоженное общественное пространство. Концепция такая, сейчас выстроилась, что сделать там дорожку, почистить весь этот ручей. Что именно тут появится, пока вопрос для обсуждения. Власти открыты для предложений от жителей. В любом случае, бесхозным и захламленным этот участок больше уж точно не будет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. При принятии важных решений муниципальные власти советуются с активными гражданами, представляющими общественность Ленинского района. Инициатива главы о преобразовании муниципалитета в округ обсуждалась на заседании Координационного совета общественных объединений. Тему продолжит Дмитрий Книга. Состоялось заседание Координационного совета общественных объединений Ленинского района. В зале присутствовали представители разных направлений деятельности. Работники культуры, сферы ЖКХ, экологи, юристы, а также члены разных политических партий. Заседание посетил глава Ленинского района Валерий Венцель. Первым пунктом повестки дня стало обсуждение инициативы главы о преобразовании муниципалитета в городской округ. Централизация бюджета, централизация власти не говорит о том, что город, видно, один будет процветать, и остальные будут стоять в стороне. Нет. Наша как раз-таки основная задача, чтобы появились единые правила на всей территории, в границах нашего муниципального района, где будут применены нормативы по благоустройству в том числе. Общественники поддержали инициативу, ведь реформа позволит сэкономить бюджетные средства, повысить эффективность управления, установить единый тариф на общественный транспорт и избежать в будущем неравномерного развития территорий. Следующий пункт повестки – премия губернатора «Наша Подмосковья». Проводится она в седьмой раз. В этом году призовой фонд, так же, как и во все предыдущие годы, призовой фонд остался того же самого размера – 180 миллионов рублей. Но количество премий уменьшилось больше, чем в два раза. Итак, в этом году мы имеем только тысячу премий. Одна тысяча премий по 180 тысяч рублей будут вручены за социально значимые проекты по четырем номинациям. Экология, прорыв, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность. Заявки на соискание премий можно подать до 4 августа. Обязательное условие – проект должен быть уже реализован или находиться в стадии реализации. Последним вопросом заседания стало подведение итогов весенней благотворительной акции по сбору одежды для нуждающихся «Помоги другому». Мы собрали почти 500 килограмм одежды. Это, конечно, это просто что-то. Хорошо мы сразу поняли, что не будем мы ждать последнего дня и начали распределять одежду буквально на второй, на третий день акции, потому что одежды было чрезвычайно много. Получателями акции стали пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды. В следующем году проведение этого мероприятия планируется повторить. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. В прошлом выпуске новостей мы рассказали о том, как отметили в Видном день защиты детей. Продолжая эту тему, наш мобильный репортер побывал в детском отделении, где ребята, которых доктора не отпустили на выходные домой, смогли также почувствовать праздничное настроение. Им его подарили гости. Это, конечно же, знаменитый и любимый ребятней клоун Алекс, а также другие взрослые, которые изъявили желание помочь детям сделать праздник. Все вместе они играли в настольные и подвижные игры. Дети на время позабыли про свои недуги, а взрослые – про серьезные дела. В конце мероприятия каждый маленький пациент получил подарок, а руководство детского отделения в знак благодарности вручило грамоты за спонсорскую помощь всем, кто сделал этот праздник особенным. В районном историко-культурном центре открылась выставка «Волшебный мир театра». На ней представлены работы преподавателей и учащихся детских школ искусств, образовательных учреждений, центров детского творчества и победителей конкурсов Центральной детской библиотеки. Название выставки не случайно. 2019 год объявлен в России годом театра. Одним из первых оценил мастерство участников Максим Козлов. Открытие выставки в районном историко-культурном центре – всегда событие. Вот и сегодня здесь собрались сценители прекрасного, ведь нынешняя экспозиция обещает быть весьма интересной. Наша выставка в очередной раз подтверждает, что Ленинский район богат калорий. Название выставки «Волшебный мир театра» уже объясняет ее концепцию, а на открытии с концертным номером «Клоун» выступил коллектив Центра детского творчества «Импульс». Небольшие, казалось бы, залы историко-культурного центра оказались довольно вместительными. Порядка 150 художественных работ и около 300 декоративно-прикладных представлено на выставке. Она у нас проходит уже практически четвертый раз. Начинали мы с выставки «Мозаика», которая у нас перешла из ВХТЛ, нашего художественно-технического лицея, к нам сюда в залы. Ну, а потом она уже обрастала участниками. Здесь выставлены художественные работы, выполненные в различных техниках. И тематика их также различна. Портреты, эскизы костюмов и, конечно, афиши. То есть сюда нужно было положить все, положить свою душу, написать именно то, о чем ты хотел, да еще так, чтобы мы с вами прочитали и поняли вообще, о чем речь. А самое главное, что пошли на этот спектакль. Ирина Ратушная занимается росписью и резьбой по дереву, батиком, прикладным искусством. Здесь она представила работу в технике «Квиллинг». Работа завоевала призовое место на конкурсе «Моя Россия». Это все сделано из обычных полосок бумаги, нешироких, которые скручены с помощью специального инструмента. Сколько ушло на вот такую работу? Около трех месяцев. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Эта знаменитая фраза Шекспира стала лить мотивом экспозиции. Здесь представлены работы более ста художников. Фантазия участников конкурса поистине не знает границ. Они используют самые неожиданные материалы и формы. Посмотрите, например, на этот ажурный резной самовар. Чай из него, конечно, не выпьешь. Зато какое украшение для дома. Автор Артем Мещенинов получил за него гран-при на втором всероссийском открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества. Для создания экспонатов художники использовали самые разные материалы. От бумаги и тканей до глины и теста. Вдохновение черпали в родной культуре. Выставки, проходящие каждый год, это и Новый год, и Рождество Христово, и Пасхальная радость. Все это заставляет обратиться к традициям российского народа, вспомнить об этом. Вот картины классиков наших, и сказки русские народные. Все это приводит к тому, что получаются такие интересные сюжеты. И самое главное, что многие экспонаты можно потрогать руками. Выставка будет работать до 7 июля 2019 года. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Кунг-фу. Древнее боевое искусство из Поднебесной. Этим видом восточного единоборства занимаются и в Доме культуры поселка Петровское. Один из спортсменов готовится выступить на Кубке мира по кунг-фу. Наш корреспондент Арсений Рогозянский побывал на последней тренировке и понаблюдал за подготовкой чемпиона к серьезным испытаниям. Мастерами кунг-фу не рождаются, ими становятся. Потому что этот вид боевого искусства, пришедший к нам из Китая, требует большой физической подготовки и не меньшего терпения. Этими качествами отлично обладает ИСХА Крамазанов. Недаром он является чемпионом России по кунг-фу-файтингу. А в ближайшие дни он и вовсе отправится в Армению на Кубок мира. Там боец будет отстаивать не только свою честь, но и честь Родины. Я думаю, я готов. Мы провели колоссальную подготовку. Очень много, 3-4 часа в день тренировались. 2-3 тренировки в день. Колоссальная работа была проведена. 16-летний спортсмен владеет искусством кунг-фу всего 3 года. За это время юноша вышел на мировой уровень. В последнее время он проводил особенно изнурительные тренировки. За считанные дни до старта соревнований ИСХА занимается в облегченном формате, чтобы восстановить силы для серьезных поединков. Артур Варданян – тренер строгий, но справедливый. От спортсменов, даже от самых юных, он требует повышенной дисциплинированности. Ведь именно это качество имеет особую значимость в искусстве кунг-фу. Подготовка ИСХА к мировому первенству – история куда более индивидуальная. До тренировки юноша приходит раньше всех и только с наставником оттачивает свои навыки. В данный момент мы, значит, пришли к пике его готовности. Сейчас начинаем уже такие легкие тренировки, чтобы остановиться сил. Всякие массажи лечебные, как бы, русская баня необходима, конечно. Поднимаем скорость, выносливость. Кубок мира по кунг-фу-файтингу пройдет в Ереване с 7 по 9 июня, где соберутся лучшие бойцы со всей планеты. Усердные и тяжелые тренировки должны положительно отразиться на результате спортсмена. Наша съемочная группа пожелала юноше успеха и достойного выступления на мировом первенстве. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И о погоде. На столичный регион надвигается жара. В среду 5 июня столбики термометров днем поднимутся до 27 градусов. Ночью температура воздуха составит плюс 12. Ветер слабый, атмосферное давление выше нормы. И это все новости на сегодня. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова